Гузель задает вопрос, нужно ли быть подотчетным пастору или наставнику? Если он ваш духовный отец, он вас ведет, корректирует и помогает вам освободиться от каких-то вещей, вы должны быть подотчетными. Поймите, смотрите, здесь написано, какое у вас мнение, ведение по этой подотчетности. Ребят, ну будьте очень аккуратны, есть подотчетность, а есть контроль. Поэтому подотчетным я буду, но контролируемым каким-то служителем и пастором я никогда не буду. То есть я не разрешаю людям контролировать мои действия. В то время, когда я понимал, когда мне нужна была свобода или я двигался к свободе, в освобождении от каких-то вещей, у меня были наставники, у меня были духовные отцы, у меня были люди, которые помогали мне, как вам сказать, войти в свободу и держаться в свободе. И мне нужна была подотчетность. Во-первых, подотчетность не нужна, как вам сказать, или вот, да, вот это, как вам сказать, координация не нужна зрелым людям. Когда зрелый человек, у него уже не подотчетность, а у него уже отношения со своим духовным отцом или наставником. К примеру, у меня сейчас нет подотчетности. Поймите, о чем я говорю. Я сам пастор, я сам служитель. У меня вот самого масса духовных детей, церквей и так далее. Но у меня есть общение с людьми по духовному уровню, которые имеют со мной на одном уровне и выше меня. То есть это значит, что они не контролируют меня, но если у меня есть какой-то вопрос, я могу им задать. То есть это не подотчетность, это общение. Подотчетность нужна людям, которые еще младенцы, которые еще возрастают, вырастают, у них еще нет стабильности, четкой жизни во Христе. Они еще не вошли в свою функцию, они не узнали свое имя, свое предназначение. Да, у вас должна быть подотчетность. Но когда пастор или служитель или апостол прибегает к каким-то методам контроля, то есть он говорит тебе, делай, не делай, он может тебе посоветовать, но ни в коем случае не заставить и не контролировать. Поэтому не буду даваться глубоко в подробности. Гузель, нужна подотчетность. Людям, которые освобождаются, вырастают, например, у нас подотчетность, когда нужна. Проходят люди через инкомптуру. И люди освободились от блуда, от алкоголизма, от наркомании, от, не важно, от зла, от проявлений зла, ненависти. И эти люди входят в команды, в группы, домашние группы, и они становятся подотчетными на определенный сезон служителям или лидерам домашних групп, которые помогают им прийти в свободу, прийти, то есть в полное освобождение. Для чего нужна подотчетность? Человек должен задать вопрос, были ли у тебя проявления зла, о которых мы с тобой молились? Срывался ли ты на своих деток или жену? И он говорит, ты знаешь, нет, уже месяц хорошо, слава Богу. Или наоборот. Потом он говорит, слушай, сорвался, я не знаю, что делать, помоги мне. Вот почему нужна подотчетность. Подотчетность не нужна ради подотчетности. Подотчетности есть цель и есть смысл. Это кто-то помогает мне достигнуть победы во Христе. Когда это достигнуто, ты вошел в зрелость, в возраст, в общение, ты стал стабилен, подотчетность тебе не нужна. Но это не говорит о том, что я разрываю теперь отношения с моим апостолом или служителем или пастором. Это мои отношения переходят в другие, как вам сказать, в другую фазу. Теперь он не наставляет меня, а теперь он помогает мне. Теперь он отвечает на мои вопросы, корректирует меня, если я этого захочу. Но он не является как мама с дочкой или как отец с сыном, который постоянно звонит. Как у тебя дела? Ты там на пузырек не сел, ты там наркотик не принял, ты держишься, все нормально. То есть подотчетность нужна людям, которые входят в свободу.